МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. А вот всем остальным, кто транзитом по этой дороге хочет проехать, для них нужно ограничить проезд полностью для грузовых машин. Владимир Волков провел личный прием граждан. Все зависит от мелкой моторики, да, и как у нас мозг работает, усваивает эти механизмы. Ливеретских школьников обучают пилотированию дронов. Когда я приехала, конечно, я не хотела останавливаться на творчестве. В честь кода семьи Луиза Егезарян подготовила сюжет об одной из многодетных семей. У меня был самый сложный прыжок в длину. А почему он для тебя был самый сложный? Потому что надо было очень далеко прыгать, а я так не могу очень далеко прыгать. Самые маленькие жители сдали нормативы ГТО. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации Люберец прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе за прошлую неделю и рассказали о планах на предстоящую. Подробности далее. Апрель – время наведения, чистоты и порядка. Поэтому основной темой на еженедельном оперативном совещании стали субботники. Традиционный весенний месячник по благоустройству стартовал 1 числа и продлится до конца апреля. В Люберцах уже прошло два субботника, во время которых более 800 жителей округа вышли на коллективную уборку. Впереди еще несколько масштабных акций. 20 апреля запланирована акция «Вода России». В этом году акция проводится на Кореневском карьере. Мероприятие начнется на береговой зоне с высадки Липовой аллеи, опиловки и уборки поваленных деревьев. Также 20 апреля состоится общегородской субботник. На общественных территориях он пройдется в праздничном формате и с угощением. С музыкальным сопровождением полевой кухни 27 апреля в Московской области стартует новая акция «День добрых дел». Местом проведения мероприятий в этот день будут территории общеобразовательных учреждений и парки. Будут проведены активности по высадке деревьев, кустарников, цветов, уборке памятников и мемориальных комплексов. Финальный субботник запланирован на 27 апреля. Пройдет на семи общественных территориях. Вывоз мусора с контейнерных площадок и еще одна тема, которой во время совещания уделили особое внимание. В поселках, где многоквартирные дома ограничат с частным сектором, образуются навалы крупногабаритных отходов, из-за чего в работе регионального оператора могут возникать сбои. Ветки, спил деревьев, старая мебель и листья, которые сгребаются с участка, к мусору, который можно складировать на контейнерных площадках, не относятся. Поэтому при наведении порядка на территории частных домовладений необходимо в индивидуальном порядке обратиться к региональному оператору, либо иному возщику, имеющему лицензию на транспортировку и утилизацию отходов. Все операторные площадки должны быть оборудованы видеонаблюдением. Когда можно разобраться, кто привез, откуда. Звонятся, оказывают машины, черные легальные перевозчики приезжают, забирают и говорят, давайте сейчас тогда видео проведем по этим перевозчикам, по машинам. Участники совещания ознакомились также с оперативной обстановкой в округе и с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. В конце встречи был объявлен старт конкурса «Супер бабушка с дедушкой рядышком». В год семьи жительницы округа примут в нем участие со своими мужьями. Луиза и Гязарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Состоялась очередная встреча в формате выездной администрации. Жители задавали вопросы главе округа, руководителям профильных подразделений администрации, представителям управляющих компаний и депутатам. Какие вопросы беспокоят люберчан, расскажет Богдан Колесников. На встрече говорили и о благоустройстве Ухтомского пруда. В конце апреля по многочисленным просьбам люберчан в центре водоема вновь установят фонтан. А вот жителей коттеджного поселка Марусин-Лук беспокоит экологическая обстановка. Речка Чернавка – флагман. Вот этот флагман, он нам выливает регулярно синюю воду. То есть мы все это видим. Нам очень горько от того, что мы слабые, хрупкие женщины, и нам приходится бороться с ветряными мельницами, с мусоросжигательными полигонами. Есть ряд предпринимателей, которые усердно продолжают нарушать природоохранное законодательство, за что получают, естественно, соответствующее наказание. Так, в отношении одного участка, который находится вблизи реки Чернавка, в результате всех рейдовых мероприятий министерством экологии был начислен ущерб 52 миллиона. Деятельность на участке прекращена полностью. За другими предпринимателями экологи тоже ведут постоянный контроль. На встрече обсудили благоустройство дворов и создание спортивного кластера на территории 22-й школы, создание пешеходного перехода через Октябрьский проспект у Вечного огня, обустройство парковочных карманов во дворах и организацию мест для выгула собак. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается ямочный ремонт во дворах. За ходом подготовительных работ и технологией укладки горячего асфальта наблюдали мои коллеги. На территории ЖО-5 выявлено почти полторы сотни ям. Более десятка у дома номер 7 по Южной улице. В первую очередь дорожники устраняют аварийные ямы, которые превышают допустимые нормы. Глубина выбоиной более 5 сантиметров и площадь не менее 60 на 15 сантиметров. Подготовительные работы выполняют в любую погоду. Каждый год зима уходит, приходится из-под снега, вылезают ямы, разрушения. Сразу производится обход территории, выявление ям. Идет подготовка. Дальше будем латать. Сейчас самые аварийные убираем. Потом переходим на такие более, так скажем, мягкие ямы. Тем не менее их устраним. Такая погода не дает нам развернуться в полную силу. Но подготовку к ямочному ремонту проводить вполне можно силами подрядных организаций. Как только подсохнет, сразу же начнем в эти подготовленные места уже укладывать новый асфальт. Обрамление делается самой ямой, делается нормальный контур, чтобы можно было положить красивую карту и предотвратить дальнейшее разрушение асфальта. В Люберцах работают четыре бригады асфальтировщиков. Одна из них, ямочный ремонт, выполняет на пересечении Наташинской улицы с проспектом Гагарина. Мы на ремонт выезжаем каждый день. Сперва подготавливаем, фрезеруем. Потом мы заделываем эти ямки. В первую очередь мы обращаем внимание на обращение жителей. И стараемся как можно быстрее все устранить. Адресов может быть очень много. У нас и бывает до 80 адресов в день. В зоне обслуживания Люберецкого городского жилищного треста более 350 дворов. В ходе обследования территорий выявлено около тысячи ям. Почти половину из них, а это свыше полутора тысяч квадратных метров, уже ликвидировали. Работы по ямочному ремонту во дворах завершат до конца мая. Богдан Колесников, Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Совместно с коллегами из администрации городского округа и представителями общественной приемной партии он рассмотрел ряд обращений. Какие вопросы прозвучали на встрече, расскажет Анастасия Кладинова. Встреча такого формата позволяет люберчанам получить ответы на вопросы здесь и сейчас. Людмила Широкова проживает на улице Шоссейной. Жители 66-го дома просят сделать пешеходные дорожки и переходы. В связи с введением в строй новых домов сейчас весь пассажиропоток идет через наш дом. Соответственно, они бегают через дорогу, машины тоже ездят. Легко, сколько нужно времени, чтобы сейчас сделать. Десятидневный срок, также 10 дней. Его просто нарисовать нужно? Да. Знаки пару поставить? Десять дней вам хватит. Протокол вносим, то же самое через 10 дней с фотографиями отчета. Юрий Коваленко тоже проживает на улице Шоссейной. Он обратился с просьбой ограничить движение грузовых машин из-за близкого расположения дороги к жилым домам. Тут у нас же СССР, Белевино парк и дорога, которая открыта сейчас для тех, кому можно и нельзя. Ходят в основном бетономешалки, трейлеры, фуры. Днем, ночью вот это все сурует, летит, гонится. По грузовикам полностью соглашусь, мне говорили, по ограничению проезда машин. Легковой транспорт мы не ограничим, он как ездил, он должен там ездить. А вот всем остальным, кто транзитом по этой дороге хочет проехать, вот для них нужно ограничить проезд полностью для грузовых машин. Личные встречи с главой городского округа Люберцы проходят ежемесячно. С графиком приемов можно ознакомиться на сайте местного отделения «Единая Россия». Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Хорошая экология – залог здоровья и долголетия. И внести свой вклад в ее улучшение может каждый. Чтобы в очередной раз напомнить об этом, в городском округе провели масштабный фестиваль под названием «Люберецкий экобум». Для гостей и участников праздника подготовили несколько активностей. Луиза Егезарян расскажет обо всем подробнее. «Люберецкий экобум» – это объединение нескольких традиционных акций, направленных на сохранение природы. На одной площадке собирают сразу три фракции – макулатуру, старую электронику и батарейки. Бумага и картон спасут от вырубки десятки деревьев. А отслужившая техника получит вторую жизнь. Некоторые фракции разлагаются до 500 лет. Поэтому для того, чтобы этого не допускать, чтобы у нас электроника не попадала в условиях природы, в водоемы, в леса, на грунт. Мы популяризируем детям с раннего возраста, что это надо сортировать, это надо сдавать. Потому что воздух у нас на всех один, природа у нас одна, хочется жить в чистоте и в красоте. Чтобы не быть голословными, организаторы фестиваля подготовили несколько площадок с мастер-классами, где наглядно показали, каким образом перерабатывается вторсырье. Мы делаем открытки из макулатуры, которую ребята приносят в пункты сбора макулатуры у нас в Матища. Это очень интересно и пользуется спросом, потому что ты оставляешь на память себе частичку фестиваля, можно сказать. На игре эко-викторине, эко-ГТО мы учим в игровой форме, ребят, сортировать мусор, решать экологические проблемы. Конкурсы, концерты, викторины были и на главной сцене. Участники фестиваля построили пятиметровую башню из старой техники и тем самым побили прошлогодний рекорд. Ваша работа очень важна для будущего, для того, чтобы деревья, это наши легкие, для того, чтобы воздух был чище, чтобы природа была сохранена. И, конечно же, то, что у вас получается, это пример для старшего поколения. Потому что вы даете тот самый пример, вы впитываете в себя культуру правильного потребления, культуру заботы об экологии. В прошлом году городской округ Люберца собрал 34 тонны макулатуры и 30 тонн старой техники. Эти цифры – результат активности жителей во время акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» и «Школа утилизации электроника», которые проходили весной и осенью. И на этот раз и дети, и взрослые проявили заботу об окружающей среде. Мы со школы привыкли звать макулатуру и эту добрую акцию, добрую традицию поддерживаем всей семьей. Сегодня я принес, ну, наверное, не совсем современные и нужные книги, сдал их. Все-таки надо спасать деревья. Я думаю, что за всю свою жизнь я спас не одно дерево. Ну и плюс переработка. Это пойдет на вторичную переработку. Это очень здорово. Благодаря новому проекту «Экобум» городской округ Люберца внесет еще больший вклад в сохранение природы. Экологический фестиваль прошел с успехом, и его решили сделать ежегодным. Уиза и Геосариан Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Кадетской школе для учеников прошло первое занятие пилотирования дронов. В течение двух месяцев с профессиональным инструктором ребята будут изучать строение и управление беспилотником. Как прошел первый урок и что нового узнали ребята, расскажет наш корреспондент. И в ПВ-дрон полностью ручное управление. То есть, если вы хотите полететь вперед, дрон не полетит сам вперед. Его нужно будет наклонить потихоньку, но это все во время занятия вы будете изучать. То есть, здесь полностью ручное управление. Беспилотный летательный аппарат, дрон-квадрокоптер. Названий много, а цель одна. Подняться на несколько метров, осуществляя при этом видеосъемку. Главное в управлении такими аппаратами безопасность, соблюдать которую можно при наличии необходимых знаний и навыков. Приезжают инструктора, обучают ребят в течение двух месяцев. Потом у них идет общий сбор и проводится коллекционная, аттестационная работа. Ребята летают, сдают, задания выполняют и получают сертификат. Он не образовательный, а о том, что они прошли школу обучения и пилотирования. Это идет еще как некая профориентация. Первый вводный урок начался с изучения сложных в управлении моделей. Такие дроны имеют камеру и возможность передачи картинки прямо на пульт оператора. А скорость больше 100 км в час. Сложность в том, что управление такими летательными аппаратами происходит вручную. Поэтому сначала теория. Это все зависит от мелкой моторики и как у нас мозг работает, усваивает эти механизмы. Потому что это сложное управление. Вам нужно руками контролировать и горизонт, и управление, и резкость. То есть взрослому человеку будет сложнее, детям, как правило, это все проще. Для меня по большей части эти занятия будут полезны всем. Потому что я не так много знаю и хотелось бы узнать намного побольше. На этом занятии я узнал уже о времени летания БПЛА самолетного типа. Я этого раньше не знал. Любые знания необходимо закреплять на практике. В этом юным пилотам помогут часы, проведенные за компьютером. Обучение на симуляторах – это второй этап подготовки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 2024 объявлен в стране годом семьи. Такое решение принял президент России Владимир Путин, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность семейных ценностей и традиций. В городском округе Люберцы проживает более 4,5 тысяч многодетных семей. Луиза Егезарян побывала в гостях у одной из них и подготовила сюжет. Детки, давайте пить чай. Проходите. Давайте, рассаживайтесь, рассаживайтесь. Осторожненько. Совместное чайпитие субботним утром. За большим столом юдины обсуждают, как прошла очередная неделя у каждого из них. И строят планы на выходные. Кто за то, чтобы идти в кино сегодня вечером? Почти единогласно принято решение идти в кино. А пока до вечера еще есть время, каждый может заняться любимым делом. Увлечений и хобби у этой семьи много. Это и спорт, и музыка, и живопись, и декоративно-прикладное творчество. И в каждом направлении немало достижений. Вот этот уголок с многочисленными медалями, дипломами и кубками тому доказательство. И вообще, вся квартира этой многодетной семьи, как маленький филиал Дворца культуры. А художественный руководитель в нем – мама. Я хочу сказать, что нужно быть вообще смелыми, очень осторожными со своими желаниями. Я действительно всегда хотела, говорила, у меня будет семья, семья. И вот в результате у меня семья. Я и мои шестеро детей. Четыре сына и две дочки. Самому старшему ребенку Денису 21 год. Скоро исполнится 22. А самой младшей Александре 8 лет. Между ними четверо подростков. Ютины переехали в Люберцы и Занапы в августе прошлого года. Но и здесь они планируют пополнять копилку своих достижений и заниматься творчеством. Когда я приехала, конечно, я не хотела останавливаться на творчестве. Понятно, что здесь Москва, большая конкуренция, Московская область. Да, мы из Краснодарского края. Но даже находясь в Краснодарском крае, мы выиграли, причем лауреаты первой степени стали московского конкурса вокального. Вот. Поэтому я за то, что конкуренция отлично. Выходим из зоны комфорта, идем дальше, развиваемся. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грузь, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя! Луиса Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Мария Бодрова принимает поздравления с юбилеем. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет. Люберчанку одним из первых поздравил Владимир Волков. Мария Ивановна, от души вам здоровья, вот такого позитивного всегда настроения, чтобы вы такой же очаровательной всегда оставались, радовали нас. Детство Марии Бодровой пришлось на время войны. В армию призывали всю семью – родителей, брата и сестру. Мария окончила курсы медицинских сестер, и ее, 13-летнюю девчонку, весной 42-го, взяли санитаркой в эвакуационный госпиталь, который разместился в здании школы. Бинтов не было, ионы не было, марганцовки не было. А чем бинтовали, чем когда бинтов не было? Нам сказали, у кого чего есть, там наволочки, простыни, пододеяльники, там шторы носите. И, конечно, мне не у кого спросить, я все отдала госпиталю. Раненые бойцы ее называли «птичкой-невеличкой». В апреле 43-го эвакогоспиталь отправился вслед за фронтом в Смоленскую область. Но Марию не взяли. К нам как-то заехал Конев. Все Конев, Конев. Маршал Конев. Ага. Ну, конечно, я маленькая такая, худая. Я тут как тут. Он, этот ребенок что-то делает. А я говорю, я не ребенок. Я гвардии-санитар военной службы. Ага. Он, гвардии, немедленно в школу. Меня тут же отчислили. После окончания школы Мария получила специальность зоотехника, но по профессии работала недолго. Вышла замуж за военнослужащего и более 30 лет ездила с ним по гарнизонам, воспитывая сына и дочь. Дети, внуки и правнуки поздравят юбиляра уже в тесном семейном кругу. Мария Бодрова вниманием не обделена. Но в день рождения сюрпризы особенно приятны. Льстиво это, что глава нашего Люберецкого округа пришел к обыкновенному участнику Великой Отечественной войны с поздравлением и с букетом цветов. Это очень приятно. Даже приятно соседям, нашему дому. Даже приятно там, где я живу. В свои 95 Мария Ивановна бодра духом, оптимистична и жизнерадостна. Она активно участвует в общественной жизни Люберец, ведет патриотическую работу с молодежью, увлекается художественной литературой и пишет песни. Где-то над аэродромом с грохотом и шумом пролетел знакомый самолет. Где-то из-за тучки мой приятель лучший боевой привет мне шлет. Год назад по поручению президента России Владимира Путина создан фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции «Защитники Отечества». Его филиалы появились почти во всех регионах страны. В Подмосковье одним из первых открылся в Люберцах. Подробности далее. Десятки люберчан ежегодно обращаются за помощью в Государственный фонд «Защитники Отечества». В округе специализированный центр, где оказывают помощь участникам СВО и их семьям, возглавляет Виктор Исаев. Владимир Владимирович Путин специально создал этот фонд для помощи ветеранам СВО, тем, кто уже вернулся домой, и для семей погибших. Конечно, мы оказываем помощь и действующим военнослужащим. Виктор Исаев – коренной люберчанин. После окончания 41-й школы пошел в армию, служил в ВДВ. В 91-м демобилизовался, через несколько лет встретил свою любовь. В семье родились трое детей – два сына и дочка. Когда в феврале 22-го президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, Виктор Исаев сразу отправился в военкомат. Родные поддержали. Конечно, очень боялись, когда я был на войне, переживали. Ну и очень гордятся. И мне это, честно, очень приятно. Когда родина оказалась в опасности, не было даже доли сомнения, что я должен был делать. Виктор Исаев участвовал в спецоперации в составе батальона «Барс-13» на Харьковском направлении. Под Кременной, когда бойцы выходили из окружения, получил ранение в ногу. После госпиталя вернулся домой. Я запросил, пишу профессиональный запрос. Не АП и какой-то. АП и какой-то. Люберчанин с позывным «Доктор» тоже отправился на СВО добровольцем. Находясь в отпуске, пришел за помощью в фонд «Защитники Отечества». Обговорили различные вопросы, решили различные проблемы. Все быстро, все четко, на связи. Очень здорово и большая благодарность руководителю фонда. Участников спецоперации Виктор Исаев поддерживает и словом, и делом. Навещает тех, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома. Чайку попьем, пообщаемся. И он чувствует себя неброшенным. Он знает, что в любой момент он может позвонить в фонд «Защитников Отечества» и координатор к нему приедет. После тяжелого ранения, полученного в Бахмуте, Константин Харламов с позывным «Хорос» проходит восстановительное лечение в Центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов. Многие проблемы удалось решить благодаря фонду «Защитники Отечества». Виктор Викторович персонально меня выцепил из дома. Сначала просто познакомиться, потом полностью мы заполняли документы на получение удостоверения ветеранам боевых действий. Посылают людей на реабилитацию в другие центры тоже. Это тоже очень важно. Просто поддержка. Да дофига чем фонд помогает. Вместе с Виктором Исаевым руку помощи готовы протянуть матери и жены участников СВО. Одна из них – Ольга Девитайкина. Мой муж отправился в зону СВО. Он там погиб, защищая нашу родину. Я как он поехал, я начала помогать. Не останавливались в помощи. Создание фонда «Защитники Отечества» было очень важным. Он помогает не только защитникам нашим, но и мы все сплотились, мы все вместе, мы все рядом. В Люберцах фонд «Защитники Отечества» находится по адресу Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3. Работает по будням с 9 до 18 часов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Спортивные турниры и праздники, как правило, посвящают значимым историческим датам, выдающимся личностям и защитникам Отечества. Одно из последних соревнований в Люберцах как раз прошло в честь героев, которые сейчас отстаивают интересы своей родины. Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» выступило инициатором проведения открытого турнира по тэквондо, посвященного участникам специальной военной операции. Тему продолжит Луиза Эдия-Зарян. Сегодня в триумфе, как никогда, много почетных гостей. Большинство в военной форме и в парадных кителях морской пехоты. Вместе с представителями спортивных организаций и руководством городского округа Люберца они приветствуют юных тэквонтистов, которые участвуют в турнире, посвященном героям нашего времени. По окончанию этих всех мероприятий, средства, которые будут получены, пойдут для обеспечения материально-технического наших морских лихотинцев, которые находятся на переднем крае. Мы не понимаем, что за спиной у них крепкий тыл, крепкая поддержка. Это моделирует их на победу. Ура! Уважаемые друзья, Владимир Пунин сказал, здоровый образ жизни – это личный успех каждого. Тэквондо – это путь к этому успеху. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. В турнире, который проходил три дня, приняли участие около 600 спортсменов из Москвы и Московской области. Большинство – воспитанники «Спартака». Сначала выступили кадеты, а потом юниоры и взрослые. Идея замечательная, и такие турниры должно быть побольше, потому что участники, те герои, которые сейчас находятся у нас на передовой, они своей жизнью, так сказать, воюют за мирное небо над нашей землей. Хотелось бы, так сказать, пожелать всем нашим участникам СВО, всем нашим военным, кадровым военным, мобилизованным ребятам четкое выполнение поставленных задач и скорейшего возвращения живыми домой с победой. В каждой возрастной группе весовой категории определили тройку сильнейших спортсменов. Всего на турнире по Тэквондо, посвященном участникам СВО, разыграли 56 комплектов медалей. Луиза и Газарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спорт учит не только самодисциплине и уверенности в себе, но и готовности прийти на помощь тем, кто попал в беду. Федерация бокса России инициировала сбор гуманитарной помощи людям, которые пострадали в результате крупного наводнения в Оренбургской области. Спортсмены городского округа Люберцине остались в стороне и внесли свою лепту в большое доброе дело. Погрузка гуманитарной помощи у дворца Спорта Триумф. Такую картину часто можно было видеть в 2020-м, когда весь мир захватил опасный вирус. Спортсмены городского округа помогали тем, кто пострадал от болезни или находился в зоне риска. Сейчас пришло время снова протягивать руку помощи. На этот раз людям, которые оказались во власти стихии. Точка Б – центральный пункт сбора гуманитарной помощи на проспекте Мира в Москве, открытый по инициативе Федерации бокса России. Благотворительную акцию поддержали титулованные спортсмены. Паводки до сих пор продолжаются. Люди попали в беду. Вот принимаем участие в приеме грузов, отправляем, чтобы помочь людям. В тяжелые времена Федерация всегда помогает людям. Я в первую очередь не чемпион, а мама. И поэтому я думаю, что обязательно нужно все вместе собираться. Мы должны быть как показатель для всех. Оставаться неравнодушными в эти моменты ни в коем случае нельзя. От Люберец при поддержке администрации откликнулась организация «Росмолтспорт», которая объединяет все спортивные федерации городского округа. Все то, что необходимо сейчас для тех жителей, которые пострадали, мы привезли сейчас и сдали в пункт приема Федерации бокса России, который сегодня обеспечит доставку уже в сам Оренбург. Каждый день будут приходить машины, которые формируют здесь общий груз. И ежедневно, револьверно груз будет уходить в Оренбург под эгидой Федерации бокса России уже. Жители городского округа Люберцы тоже могут помочь людям, пострадавшим от наводнения. Продукты питания, средства личной гигиены, посуду и одежду принимают до 21 апреля, включительно во дворце спорта «Триумф». Луиза Эгия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всероссийские отборочные соревнования по боксу РФСО «Спартак» среди юношей и девушек 13-14 лет завершились. Состязания между спортсменами длились 7 дней. Во дворце спорта «Триумф» за финальными боями наблюдала наша съемочная группа. Среди 213 спортсменов из 26 регионов России финальный сигнал прозвучал для 32 лучших боксеров. Юные борцы проявили мастерство и получили шанс побороться за первые и вторые места в финальных боях. Все участники представляют общество «Спартак» являются «Спартаковцами». И сегодня финальный день. Вышли сильнейшие боксеры. И мы сегодня подспорим за звание лучшего, которое будет представлять общество «Спартак» на переслед России по боксу. Всего 16 весовых категорий. Амир Абдулаев из Москвы, а его соперник Ярослав Муратов из Калининграда. Они встретились в весовой категории 48 килограммов. После трех раундов непростого боя победу одержал боксер из синего угла ринга. Одержал боксер из синего угла Абдулаев Амир, город Москва. Первые 30 секунд, то есть, думаю, разбираю соперника, а потом уже понимаю, что делать. Соперник на меня полетел. Он был чуть выше меня, поэтому мы договорились с тренером в среднюю ближнюю дистанцию заходить. То есть, с маятником и глубоко засаживать. Получилось все. То есть, я очень рад. Своей победой Амир получил путевку на первенство России, где планирует выступить с таким же результатом. Всего по итогам ежегодных соревнований по боксу золотые медали получили 16 юношей и 12 девушек. Анастасия Гладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецком техникуме экономики и права открылась лаборатория компьютерного спорта. Здесь будут заниматься подготовкой киберспортсменов и совершенствовать игровые навыки любительских команд округа. О том, что это за спортивная дисциплина и о ее развитии в Люберцах, расскажет Анастасия Гладинова. Это лаборатория, это класс, где установлено специальное компьютерное оборудование, где наши ребята, молодежь смогут заниматься развитием такого нового спорта, фиджиал-спорта. Это абсолютно новое направление, очень интересное. Спорт этот набирает очень быстро свой темп. Миллионы поклонников, миллионы участников. В Люберцах это первая лаборатория киберспорта. В ней установлено шесть профессиональных компьютеров, мониторов и игровых кресел. Посещать ее смогут не только студенты техникума, но и другие люберецкие команды. Развитие киберспорта инициировано самими ребятами. И мы можем гордиться тем, что в том году у нас уже сыграли две киберспортивные лиги, два турнира на базе городского округа Люберц. Если мы начинали с 15-20 команд, то сейчас этих команд уже около 50, и они действительно со всей России. А киберспортивные стримы, как называют молодежь, просматривают порядка 30 тысяч человек. Мода на виртуальную реальность с каждым годом набирает обороты. Киберспорт – это соревнования в видеоиграх, где игроки борются за призы и славу. Но чтобы достичь высоких целей, нужны многочасовые тренировки за компьютером, постоянные упражнения для улучшения скорости реакции, а самое главное – умение работать в команде. У него есть разряды, ты можешь получить мастера спорта по компьютерному спорту, нужно создать определенные нормативы. Вообще, в принципе, компьютерный спорт направлен на мышление, потому что вот сейчас ребята с моей спиной играют в тактический шутер, который развивает тактическое мышление и развивает как раз-таки патриотические навыки, связанные с тем, что как правильно откуда выйти, как правильно сделать обезвреживание. Компьютерный спорт пришел в жизнь люберчанина Артура Замятина около 8 лет назад. Началось все с простого интереса. Сегодня с командой тренируются в онлайн-режиме, соревнуясь с игроками из разных городов. И уже есть первые награды. В прошлом году они приняли участие в Люберецкой киберспортивной лиге, где заняли второе место. Ну, изначально мы просто сами для себя играли, как бы просто тренировались, как бы хотели чего-то добиться, вот, и нам предложили сыграть турнир. Мы такие, ну, можно попробовать. Сыграли его, все люди у нас из техникума, и заняли второе место. Мы поняли, что у нас это, в принципе, хорошо получается, мы будем тренироваться и будем пытаться достичь чего-то большего. В 2016 году Министерство спорта Российской Федерации официально включило киберспорт в список спортивных дисциплин. А с конца 2010 года обсуждается введение компьютерного спорта в программу Олимпийских игр. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Своими силами в округе могут помериться не только любители активного спорта, но и интеллектуалы. Во Дворце спорта «Триумф» прошел турнир по шахматам «Люберецкий рапид». На состязаниях работала наша съемочная группа. Эти соревнования по шахматам проводят именно в апреле ежегодно, вот уже на протяжении 32 лет. Изначально это был турнир памяти нашего первого мастера спорта «Люберецкого» Герчика Михаила Роныча. Но вот время уходит, вот решили немножко формат изменить, и по плану шахматной федерации Московской области мы проводим «Люберецкий рапид». Спортсмены сыграли в быстрые шахматы. Отличие рапида от классической игры заключается во времени. На партию давалось 10 минут и плюс 5 секунд на каждый ход. Всего шахматистам нужно сыграть 9 туров. За победу дается 1 очко, за ничью – пол очка. Победители будут награждены кубками комитета по физической культуре и спорту Люберецкого муниципального района грамотами и медалями. Здесь собралось больше 70 участников разных возрастов. Дмитрий Блохин занимается шахматами почти 4 года. За это время он посетил 100 турниров и получил 65 медалей. На «Люберецком рапиде» Дима придерживается уже отработанной тактики, чтобы достигнуть победы. Я расставляю фигуры, а потом медленно иду в атаку. Нужно подготовить ее. То есть подготовить и потом идти фигурами вперед на короля соперника. Эта тактика у меня работает часто. В округе шахматы становится все более популярным видом спорта. Люберецкие игроки достойно выступают на первенствах Подмосковья, завоевывают призовые места, а ветераны шахматного спорта считаются сильнейшими в регионе. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Арена Дворца спорта «Триумф» вновь стала местом притяжения сильнейших спортсменов страны и почетных гостей. Там состоялся всероссийский турнир по борьбе на поясах памяти Владимира Жириновского. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии соревнований и увидела первые схватки на ковре. Турнир по борьбе на поясах памяти Владимира Жириновского впервые прошел в Люберцах в марте прошлого года. Тогда эти соревнования решили сделать ежегодными. И вот уже во второй раз на этой площадке приветствуют спортсменов и вспоминают знаменитого политического деятеля. Уважаемые участники, судьи, тренеры, гости, я рад вас всех приветствовать на уже ставшем традиционном втором нашем чемпионате. И действительно сюда съезжаются лучшие представители вида спорта. Владимир Бофеевич деятельный государственный человек с большим масштабным мышлением, которым во многом стал предсказателем многих событий, которые происходят сейчас и вполне возможно будет происходить в будущем. Посчастливилось с ним встречаться несколько раз, первый раз в 1997 году, где мы проговорили в очень узкий круг. Нас было несколько человек, около двух часов. Я могу сказать, что в течение где-то 10-15 минут такое чувство, что человек знает всю жизнь. Владимир Вольфович, он привил в нас такое, наверное, чувство, что он собрал вокруг себя близких духом людей. Мы стали как одна большая семья, вне зависимости от ранга, еще что-то, мы общаемся. И хотелось бы, чтобы и борцы были, оставались всегда той большой семьей, которые всегда могут прийти друг другу на помощь. На этот раз за место на пьедестале бороли 127 спортсменов из 23 регионов России, а также из Киргизии. Соревнования проходили два дня. Среди женщин весовой категории 58 килограммов победителем стала Алена Амаева. Занимаясь борьбой очень давно, начинала с другой борьбы, цедо и самбо. Какое-то время совмещала все виды борьбы. Но сейчас только борьба на поясах с 2007 года. Ну, был перерыв, значительный перерыв был. По семейным обстоятельствам, двое детей, вернулась и вот сейчас третий год уже выступаю. Борьба на поясах официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта и считается одним из самых древних состязаний. Во время поединка соперники, взявшись за пояса, пытаются повалить друг друга. Чистая победа – это когда противник оказывается на спине. В здоровом теле – здоровый дух. Люберчане принимают участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая приурочена к Всемирному дню здоровья. В Центральном парке собралось более сотни человек. Подробнее расскажет Анастасия Кладинова. Акция «10 тысяч шагов к жизни» проходит с 2015 года по всей России. Ходьба – один из доступных, безопасных и эффективных способов физической активности. Любители спорта и здорового образа жизни собрались в Центральном парке «Люберец», чтобы пройти по маршруту здоровья. Внимание! Марш! Потому что спорт – это наш принцип жизни, это мой жизненный принцип, поэтому это норма жизни. По-другому жить нельзя. А потом уже втягиваешься, и уже это нормально. И муж говорит, какие у тебя ножки, так что во всех благах. Так что все хорошо. Клуб «Активное долголетие» принимает участие в акции уже не первый год. И сейчас представляет «Люберецкую команду» в конкурсе «Человек-идущий», где нужно ежедневно преодолевать дистанцию в 25 тысяч шагов. Ежедневно мы проходим, я прохожу, и так и многие из нашей команды проходим 25 тысяч шагов. Утром и вечером. Вот оно составляет. Это же второе дыхание, вторая жизнь. Очень многие люди одинокие, поэтому мы все собираемся, общаемся, идем. И все это вместе мы можем даже победить. Мы стараемся. Это разговор о здоровье. А с учетом, что команды наши от «Активного долголетия» – это возраст 55+, средний возраст участников 66. И каждый день они выходят на старт и своим примером мотивируют членов семьи, знакомых, до нас всех. Поэтому мы идем к здоровью. Это самое главное. Люберецкая команда клуба «Активное долголетие» вышла уже на 14-е место среди сотен участников со всей России. Главная цель проведения акции – привлечь внимание максимального количества людей к здоровому образу жизни. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Воспитанники детского сада «Светофорик» сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадкой для проведения испытаний стал спортивный зал дошкольного учреждения номер 54. За успехами детей наблюдала наша съемочная группа. С января 2024 года в Люберцах запущена программа «В школу с ГТО». Теперь воспитанники детских садов, которые достигли 6 лет, могут сдать нормативы и получить золотой, серебряный или бронзовый значок. Первая ступень самая простая, но она имеет большое значение для формирования физической подготовки и здорового образа жизни. Во-первых, это очень важно. И почему первая ступень? Потому что в этом возрасте закладывается та база, те принципы, по которым будут жить наши жители городского округа Люберца. Они будут спортивными, быстрыми, активными. И этот знак дает им определенный этап. Суды центра тестирования внимательно следят за техникой. Ну, прежде чем они проводят разминку, объясняют, как правильно выполнять то или иное упражнение. И, соответственно, контролируют, чтобы дети там заступа не было, там фальстарта, ну и такие вот технические небольшие моменты. При подготовке к сдаче норматива в ГТО дети развивают гибкость, выносливость и координацию. Они проходят испытания согласно тем навыкам, которые получают на уроках физической культуры в детском саду. Сегодня у мальчиков и девочек шесть категорий – прыжки в длину, пресс, наклон и три вида бега. У каждого получается по-разному, но они все стремятся сдать на золотой значок. У меня был самый сложный прыжок в длину. А почему он для тебя был самый сложный? Потому что надо было очень далеко прыгать, а я так не могу очень далеко прыгать. Но я все равно буду учиться. Я был на прыжках в длину, на прессе и на наклоне. Мне нравится заниматься спортом. Я хочу золотой значок. В этом детском саду нормативы приняли у 70 детей. Свои награды они получат, когда пойдут в школу 1 сентября. Всего до конца мая ГТО сдадут более тысячи детей городского округа. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стартовал чемпионат Московской области по футболу. В течение всего летнего периода сильнейшие команды Подмосковья будут демонстрировать результаты своих усердных тренировок и бороться за призовые места. На торжественном открытии чемпионата и первом матче побывала Луиза Егиязарян. Юные спортсмены городского округа сопровождают на поле своих старших товарищей игроков футбольного клуба «Люберцы». Сегодня они открывают серию игр среди мужских команд и совместно с футболистами из Латкарина принимают старт ежегодного первенства. Сами соревнования обещают в этом году быть очень интересными. Очень большое количество команд принимают участие от округа. Это большая работа, которая проводилась и комитетом по спорту нашего округа, и федерацией футбола. Ну и, соответственно, сегодняшний матч передаст эстафету в том числе и областным соревнованиям среди детских и юношеских команд. «Люберцы» – это главная команда города. В ней в основном воспитанники люберецкого футбола, но также есть и приглашенные ребята, которые должны передавать свой опыт более молодому поколению. И поэтому все сделано и тренерским штабом, и руководящим штабом для того, чтобы этот был здоровый баланс, чтобы опыт передавался молодости. А молодость всегда стремилась к лучшему. На футбольном поле принципиальные соперники. В прошлом году латкаринцы стали победителями чемпионата Московской области, а в составе люберецкой команды сильнейшие спортсмены округа. И уже с первых минут между командами началась напряженная борьба. У нас были предсезонные сборы. Сначала мы приняли участие в люберецком кубке по мини-футболу, затем перешли на поле. Хотели бы начать этот сезон так же, как и прошлый, и закончить этот сезон так же, как начали прошлый. Первый матч закончился со счетом 6-1 в пользу футбольного клуба Латкарина всего в лиге, а примут участие 16 команд со всего Подмосковья. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok